В эфире самая фонтанная среди водонапорных и самая водонапорная среди фонтанных рубрик программы Галилео, которая называется ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ что у меня на даче нет фонтана. Ну, какая дача без фонтана, какая теща без баяна? Я что-то не туда пошел, неважно. Суть в чем, что я хочу фонтан, естественно, мощный, но я не хочу тратить на этот фонтан электроэнергию. Поэтому я решил, так же, как фонтаны Петергофа, сделать все на основе перепада уровней воды. То есть взять некий резервуар, поднять его повыше метров так на 20, и тогда внизу у меня будут бить фонтаны без всяческого участия электричества. Но вот какой вопрос я себе задал буквально 20 минут назад. А зависит ли высота этих фонтанов от объема резервуара воды, который я буду поднимать? Ну, например, если я подниму наверх 500-литровую бочку или 10-литровую канистру, неужели и от бочки, и от канистры будет одинаковый напор? Нет. Скорее всего, бочка ж тяжелая, скорее всего, от бочки будет фонтан бить высоко вверх, сильно, а от маленькой канистры будет бить еле-еле. Но это все мои догадки, а я, как вы знаете, доверяю только экспериментам. Поэтому я решил провести следующий эксперимент. Вот. Две канистры. Причем, как видите, канистры разные. Это маленькая канистра, 5-литровая, нет, вру, 10-литровая, но в ней всего 5 литров воды. А эта канистра большая, 20-литровая, почти полная. То есть объем воды различается так раза в 4. Раза в 4 отличается объем воды. Дальше все абсолютно одинаково. Два одинаковых крана. И я думаю, что из одного крана будет бить фонтан как минимум в 4 раза сильнее. Проверим, проверим. Открываем краны. Вода у нас пока не течет, потому что уровень наших канистр совпадает, собственно, с уровнем наших кранов. По мере поднятия наших резервуаров начнут бить и наши фонтаны. Ну что, поехали, поехали. Поднимаются обе канистры и начинают бить фонтаны. Вот, один бьет, по-моему, сильнее. Собственно, я что и предполагал, да? Нет, по-моему, они бьют одинаково. Смотри-ка, что. Вроде объемы разные. А высота одинаковая. Смотрите, что творится, а. Вот это да. Как говорит у нас один экспериментатор с точностью до миллиметра. Смотрите, что творится. Высота фонтана, как оказалось, зависит только от высоты, на которую мы поднимаем резервуары. А от объема самих резервуаров она не зависит. Смотрите, что творится. На этом же принципе основаны древнеримские водопроводы. Вода текла по акведукам прямо с высоких Альп и попадала в дома римлян. Кстати, есть версия, что римская цивилизация погибла от того, что римляне для своего водопровода использовали свинцовые трубы. А свинец, как вы знаете, не слишком полезен для здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова